МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Должна выступать Филова Надежда Константиновна. Я попрошу, мне тоже подходили. Сейчас, я одну минуточку, у нас представитель тоже, Сергей Борисович Штырёк. Представьтесь, пожалуйста, тоже у него сегодня встреча с Волновым ждёт. Да, Юрий Добрый день. Народный артист Советского Союза Волновой сегодня у нас в гостях. 18. У нас в гостях был два раза в нашем лагере, кстати. Я без комментариев попрошу. Разрешите, да, пару слов. Я хотел просто поблагодарить всех собравшихся, нашего уважаемого председателя Сергея Анатольевича, за такую именно актуальную поддержку и актуальный вопрос, который возник сегодня. Постараюсь быть кратким. История лагеря уже была рассказана. Просто, если разрешите, добавить несколько слов. Правительство Советского Союза выделило эту территорию не просто так. Эта территория была выделена рабочим Севастопольского завода за успешное выполнение задач партии во время Великой Отечественной войны по обороноспособности, когда восстанавливали завод, сохранили завод, смогли выполнить те планы, которые были созданы. И поэтому награждены были севастопольцы, труженики Севастополя и заводчане именно этой территории для создания там как территории лагеря, который выстроили, а также для территории, где отдыхали сотрудники завода. Мне очень приятно сегодня Юрию Константиновичу с Крыльниковой, видите, и многих тех, кто с кем пришлось общаться и сталкиваться лично. И действительно, лагерь очень дорогой, потому что сами прошли, отдыхали там в юности, потом дети отдыхали, сейчас уже внуки последние годы. И мне очень действительно приятно и очень ярко. Мое мнение, что здесь есть несколько аспектов, которые нужно поднять вопрос, чтобы действительно вопрос сдвинулся с мертвой точки. Учитывая, что лагерь был передан в частную собственность, я опускаю сейчас, чтобы не затягивать время ни свое, ни ваше, но раз он был передан в собственность городу, Севастополя возвращен, то оснований у правительства Севастополя без обсуждения, как правильно сказал Татьяна Алексеевна, его передавать в федеральную собственность, отдавать его из состава города никакого не было. Нарушены были законные акты, которые говорят о том, что должны повредить слушание, должны быть согласования во всех структурах. То есть здесь обращение в структуру прокуратуры, как надзирающую за принятием законодательных актов, я считаю, что одно из главных и первых. Кроме того, очень правильные слова были сказаны, что в Севастополе и не только. Огромная масса людей, в жизни которых этот лагерь, а лагерь назван все-таки именем погибшего космонавта, сгоревшего и важных героев Советского Союза, Комаров и Пацаев, они действительно совершили подвиг недаром. Огромная масса ребят прошла через этот лагерь. Огромное количество заводчан смогли получить оздоровление там. Эта территория корнями своими связана с городом-героем Севастополя. И я считаю, в год 75-летия Великой Победы, я считаю, поднять этот вопрос, что севастопольцев и героев, те, которые в войну участвовали, занимались, и награда же была, это не одному человеку, а всему городу, тому предприятию, которое работало, всем заводчанам, всем тем, кто защищал, отставил наш город. Я считаю, что актуально поднять, а если в интернете, это вот как предложение, бросить клич всем тем, кто прошел в лагере, кто когда-то находился, работал там, кто был пионером, отдыхал, почему не поднять этих людей, ведь это же будет целая армия. Как вы считаете, какое количество людей поставят подписи под этим обращением? Сергей Анатольевич, я уверен, там будет не то, что сотни, там будет огромная масса людей. А интернет-пространство на сегодняшний день является очень сильным оружием. Мы же увидели, насколько уже власть, даже наше правительство севастопольское, к нему обращает внимание и старается идти в ногу со временем. Я полагаю, что нет в Севастополе людей, которые бы сказали, что они равнодушны к этому вопросу. Возвращение этого лагеря, этой территории является очень важным и актуальным для нашего города как для оздоровления наших подрастающих поколений, как для процесса воспитательной работы, которая проводилась там в лагере. Ведь вы правильно сказали, что приезжал туда огромный поток артистов, героев. Каждый раз проходили ветераны, концерты, спектакли показывались. И по сути, наверное, Артек и лагерь Комарова, они где-то одинаково были, потому что приезжали с разных районов не только Крыма и России, Белоруссии, со всего Советского Союза, а также принимали иностранных гостей. Поэтому мое мнение, что нужно действительно через интернет обратиться к нашим коллегам, которые находились там, кто знает лагерь, любит, уважает его, с его многовековой историей, с его уникальным расположением, о расположении, вы правильно сказали, на этой территории находится несколько поясов. Растения, которые высаживались там, но их трудно найти в других местах города или даже южного берега. Я уверен, что это тогда будет сдвигаться с мертвой точки. Если общественность поддержит, если обратиться, естественно, дать правую оценку надзирающим органам, а общественные организации подпишут, и все те, кто принимали участие, я думаю, что это будет целая армия, и перед ней уже не получится спасать, нужно будет решение принимать только одно – вернуть лагерь городу Севастополю для его дальнейшего развития, для его восстановления, и, естественно, не допустить его разграбления, уничтожения того труда, который был сделан севастопольскими дружинниками. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.